Всем здравствуйте! Меня зовут Зиновьева Мария Геннадьевна. Я педагог-организатор Дворца Творчества Преображенский. Сегодня у нас будет непростое занятие. Занятие будет открытое. Занятие будет на тему «Моя семья». Напоминаю, что для занятия нам потребуется белый лист бумаги и фломастер. Пока ребята готовятся, на всякий случай, всем наших гостей, я прошу выключить звук, чтобы на занятии нам всем было комфортно. Спасибо огромное! Ребята, давайте познакомимся, кто у нас сегодня на занятии. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Наташа, как тебя зовут? Давайте по очереди. Как тебя зовут? Кадрюа! Антоша! Антоша! Кто еще у нас сегодня на занятии? Я Евелина! Я Евелина! Евелина! Здорово! Кто еще? Денис! Денис, привет! Так, еще кто-то есть? Кто не назвал свое имя? Ребят, все? Замечательно! Хорошо! Раз мы все готовы, давайте приступим. У каждого из нас с вами есть свой дом. Давайте посмотрим, кто живет в этом доме. Кто это? Называйте! Кто это? Денька! Дедушка! Человек! Человек! Это дедушка! Правильно! А это кто? Папа! Бабушка! Это бабушка! Молодцы! А кто это? Это мама! 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 Умнички! А кто это? Папа! Это папа! Папа! Вы большие молодцы! Папа! А кто это? Мальчик! Это мальчик! Совершенно верно! Так! А это кто? Это девочка! Девочка! Большие умнички! А как можно назвать одним словом дедушку, бабушку, маму, папу, мальчика и девочке, которые живут вместе? Вместе! Это? Семья! Это семья! Это семья! Давайте скажем все вместе! Это семья! Правильно! Молодцы! Давайте с вами возьмем листок бумаги и фломастер. Нам с вами нужно нарисовать дом. Вот точно такой же, как у меня на фотографии. Берем листочек. Нарисуй дом. Нарисуй такой дом, да. Если ребятам требуется помощь, родители, помогите им, пожалуйста, нарисовать вот такой дом, как на первом рисунке. Кто будет готов, говорите, чтобы мы могли дальше продолжать. И правильное лицо. Молодец! Правильное лицо. Кто включит? Отключить. О, ура! Ключилось! Друзья, у кого-то фонит звук? Да, вот, спасибо огромное. Это очень приятно. Пожалуйста. Замечательно. Если вы нарисовали дом, то теперь в середине дома нарисуйте лицо. Это будешь ты. Можно написать внизу. Это я. Сейчас я с вами тоже быстренько нарисую. Вот. Наши буквы. Так, стоп, ты. Вырисуй я. Вот так вот должно получиться. Да. Ребят, у кого получилось, говорите, я готов, я нарисовал. Я готова. Да, я готова. Да. О, Антош, молодец, отличный дом. Мама, привет, вы и рисовали. Все нарисовали? Да. Молодцы. Давайте дальше. Давайте с вами сделаем небольшую. Покажи ладошку, милый мой. Посмотрите, пожалуйста, сначала я покажу, вы посмотрите, а потом будем делать вместе. Выставляем с вами ладошку. Ладошку, покажи. И повторяем стишок. Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот пальчик мамочка, вот и вся моя семья, давайте вместе. Выставляем ладошку, начинаем с мизинчика, этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот пальчик папочка, этот пальчик папочка, этот пальчик папочка, этот пальчик папочка, это очень здорово. Но семья бывает разная. Семья бывает большая, когда дедушка, бабушка, мама, папа и дети живут вместе. Семья бывает очень большая, когда много родственников, братьев и сестёр живут вместе. А бывает семья маленькая, например, когда вместе живёт мама, бабушка и ребёнок. У каждого в семье есть свои обязанности. Давайте вспомним, кто у нас есть в семье. У нас есть, кто это? Дедушка. Это бабушка. У нас есть мама и папа. Папа. А ещё кто есть? Сын. Сын и? И дедушка. И дочка, совершенно верно. И бабушка. Да, сначала мы с вами познакомимся с бабушкой. А кто-то знает, кто такая бабушка? Бабушка. Бабушка, это кто? Это мама-мама. Мама-мамы. Бабушка, это мама-мамы или мама-папы. И папы. А у вас есть бабушки? Да. Да. Да? Ну здорово. Если ты девочка, ты для бабушки внучка. Внучка. А если ты, Фанчик, ты для бабушки внук. Внук. У бабушки есть свои обязанности и любимые дела. Давайте посмотрим, что бабушка любит делать. Посмотрите. Бабушка что любит делать? Вяжет. А бабушка вяжет. Что бабушка ещё делает? Готовит. Правильно, готовит кушать. А что ещё? Посмотрите, вот здесь бабушка. Куя-ю. Некоторые бабушки любят заниматься спортом. Да. А что бабушки ещё делают? Читают. Да, бабушки читают внукам книги, заботятся о внуках. И запяшки. Да. Давайте посмотрим, что бабушке нужно, чтобы вязать. Кто знает? Одежда. Что нужно, чтобы вязать? Пряжа. Пряжа, да, или нитки. А что ещё нужно? Спицы. И спицы. Да, здорово, совершенно верно. Давайте посмотрим, что связала бабушка. Называйте, что это? Носкинки. Правильно. Что это? Шарф. Шарф, совершенно верно. А это что? Варежки. Варежки. Ребята, а куда мы варежки надеваем? На что? На руках. На руках. На ручки. Покажите все свои ручки. Ну вот, куда мы варежки надеваем. Да. Молодцы. А это что? Шапка. Шапка, точно. А какого цвета шапка? Красный. Правильно. Да. Красная шапка. А что это, бабушка? Это цвета. Правильно. А что это? Это платье. Платье, точно. Большие молодцы. Бабушка очень любит заниматься огородом. Давайте узнаем, что растет на огороде. Называйте, что узнаем. Помидоры. Помидоры. А что еще растет? Огурцы. Огурцы. Правильно. Что еще? Это хищня. Редис. Редис. А это? Капуста. Правильно. Капуста. Что еще растет? Свекла. Свекла. Молодцы. А еще что? Кабачок. Кабачки. Ребята, как можно назвать одним словом это все? Овощи. Правильно. Какие вы у меня молодцы. Это все овощи. Давайте посмотрим, что еще растет на огороде. Ну все. Закупим. Яблоко. Яблоко. Что еще? Круша. Круша. Здорово. Еще что? Слива. Слива. Клубника. Клубника. Да вы все знаете, какие улочки. Малина. Малина. А это что? Облепиха. Облепиха. Облепиха у нас кислая. Клубника. Посмотрите. Яблоко, груша, слива, клубника, калина и облепиха. Это ягоды и... Ягоды и... И фрукты. И фрукты. Совершенно верно. Но еще у нас на нашем участке, на нашем огороде растут и цветы. Если вы знаете, как называется цветок, говорите. Как вот этот цветочек называется? Ромашка. Ромашка. Правильно. А этот? Это чубань. Правильно. Какая умница. Как называется? Это роза. Это? Нет. Пион. Совершенно верно. Это роза. А это роза. А это? Астра. Астра. Это астра. Да. Как называется фиолетовый цветок вот этот? Золокольчик. Золокольчик. Молодцы. Это цветы. Ребята, если у вас есть бабушка, мы берем наш листочек с домиком и рисуем бабушку. Нужно написать, как зовут вашу бабушку. Если у тебя две бабушки, да, то нужно нарисовать двух бабушек. Если у тебя бабушки нет, немножечко подожди, отдохни. Вот такую же бабушку, как у меня нарисую. А что ты написал? Эла. Обязательно напишите, как зовут вашу бабушку. Ну ладно. Ну ладно. Значит, ты таковый. Давай созвонимся. А давай. Да? Да. А еще какой нарисуем бабушке? Бабушку. Спасибо. Ну, будет готов. Говорите, чтобы мы могли продолжать. Давай. Должно получиться вот так. Давай. Пойдем. Я готова. Готова? Покажи, Элин. Ну как? Покажи. Умница. Молодец. Здорово. Надо нарисовать бабушку. Молодец. Денис. Денис, а как твою бабушку зовут? Напиши. Мы написали, бабушка. Элин, ты молодец. Так, кто еще нарисовал? Поднимай. Пока. Вика. Вика. Здорово. Вика, умница. Молодцы. Все. Антоша, умница. Все молодцы, ребята. Тупо, папа, папа, да? Здорово. Давайте продолжаем. Так. А кто это у нас? Это? Дедушка. Это дедушка. Совершенно верно. Дедушка. Это папа, мама. Или папа, папы. Ты для дедушки. Если ты девочка, внучка. Внука. Это мальчик, ты внук. Внук. Да, давайте посмотрим, что дедушка у нас любит делать. Какие обязанности? Копает. А дедушка любит копать. Что еще дедушка делает? Копает. Строит. Строит, строгает, да? Копает. А что еще делает? Играет шабы. Да, дедушка играет в шахматы, да? Занимается с внуками. Замечательно. Давайте посмотрим. Пила. Зачем? Слушайте внимательно. Зачем дедушке пила? Пила нужна, чтобы... Пилить. Пилить, молодцы. Пилить. Здорово, молодцы. Зачем дедушке молоток? Молоток нужен, чтобы... Забивать. Забивать что? Что забивать? Гвозди. Правильно. Нужен, чтобы забивать гвозди. Молодцы. Зачем дедушке нужен топор? Рубить. Забор нужен, чтобы... Рубить. Рубить. Рубить дрова. Видите, дедушка рубит дрова. Некоторые дедушки любят ловить рыбу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что мы с вами возьмем на рыбалку. Мяч возьмем на рыбалку? Нет, мяч не возьмем. Правильно. А удочку возьмем? Да, удочку возьмем. Удочку возьмем. Да, молодцы. А ведро? Возьмем само ведро? Да, правильно. А бусы? Нет, дедушке на рыбалке не нужны бусы. У нас лишний мячик, да? И лишние бусы. Мы их с собой на рыбалку не берем. Не берем. Ребят, а где можно ловить рыбу? Посмотрите, как называется водоем. На реке. На реке, правильно. Где еще? На озере. На озере, молодцы. Где еще мы ловим рыбу? Правильно, и на море. Молодцы. Очень здорово. Давайте с вами нарисуем дедушку. А если у нас нет дедушки, мы не рисуем? Да, ребят, если дедушки у вас нету, то вы можете немножечко отдохнуть. Дедушка, тогда не рисуйте. Потому что у нас должна получиться в конце. Именно ваша семья. Сейчас пойдешь? Нарисуй дедушку, если он у тебя есть. Да. Да, 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 да. Он будет готов, чтобы мы можем продолжать. У дедушки, да? Как вы рисуете? У дедушки борода, посмотрите. Да? У дедушки. Да, у дедушки могут быть очки. Дедушка может уже плохо видеть. Помню. Так. Да. Вот так вот. И нужно написать, как зовут вашего дедушку. Если вы знаете. Как зовут дедушка? Дедушка. Например, Вася у меня будет. Вот. Кто готов, говорите. Да. Валерий. Угу. Вика, молодец. Здорово. Мама. Мама, по-моему, у нас тоже. Дедушка. Дедушка, Юра. Дедушка, да. Мама, бабушка. А как зовут вашего дедушку, Вик? Юра, скажи. Юра. Юра, здорово. Молодец, хорошо ответила. Ребят, кто еще готов? Язычок убери. Юра. У всех получается дедушку нарисовать? Да, скажи. Мама. Мама, да. Скоро ты будешь и маму рисовать. Сейчас до мамы дойдем. Молодец. Шарик, да? Так. Маша скажет. Чуть-чуть подождем остальных ребят. Я нарисовал. Молодец, Денис. Как зовут твоего дедушку? Валерий. Валерий. Очень красивое имя. Молодец. Здорово. А кто еще нарисовал? Тоже показала. Молодец, да. Евелина нарисовала? Ребят, можем продолжать? Да, да. А кто это? Давайте посмотрим. Это мама. Мама, правильно. Мама. Это мама. Это самый близкий и родной для тебя человек. Если ты девочка, ты для мамы дочка. Дочка. Да. А если ты мальчик, ты для мамы сын. Совершенно верно. У мамы тоже есть свои обязанности. Посмотрите, что мама делает дома? Убирает пол. Убирается. Да, убирается, вытирает пол. Что еще мама делает? Убирается. Убирает. 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 Правильно. Что еще? Обнимает. Мама заботится о детях. Да? Да. О вас заботится. Да, и обнимает. Совершенно верно. Что мама еще делает? Готовит кушать. Готовит кушать. Готовит еду. Большие молодцы. Все верно. Давайте посмотрим, что готовит мама. Что это? Брот. Это бутерброд. Молодцы. Что это? Это салат. Салат. Здорово. Что это? Это пирог. 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 А с чем пирог у вас? Сварением. Сварением. Правильно. А что это? Это каша. Каша. Евелина умница. Так. А что это? Это пицца. Пицца. Кто любит пиццу? Я люблю. Все, наверное, любят пиццу. Да, молодцы. А что это? Нет. Суп. Это суп. Здорово. Отлично справились. Давайте вместе с вами приготовим суп. Да? Давайте маме поможем. Посмотрим, что нам нужно для этого. Что это? Суп. Нам нужна кастрюля. Нам нужна кастрюля. Нам нужна картошка. Картошка. Правильно. Это лук. Лук. Правильно. А лук это фрукт или овощ? Овощ. Правильно. Что еще нам нужно? Макоку. Мартошка. Супчик нам нужно еще посолить. Что еще мы кладем? Укроп. 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 Да? Или зелень. Совершенно верно. Давайте еще немножечко маме поможем. Приготовим свои ручки. Да? И будем повторять за мной. Мы капусту рубим. Рубим. Повторяйте все за мной. Рубим. Рубим. Морковку трем, трем. Кулачки потрем. Молодцы. Молодцы. Мы капусту солим. 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 Да. Мы капусту жмем. 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 Отлично. Здорово справились. Большие молодцы. Давайте с вами теперь нарисуем маму. И напишем, как зовут маму. Надо вовремя делать. Нарисуй маму. Круг. Маму. Маму, видите, у нас есть бусы. Маму. Маму. Что же маму нарисовать? Напишите, как зовут вашу маму. Маму. Солим. Маму. 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 Кто готов, говорите. Вот что должно получиться. Маму. Спасибо. Антош, ты нарисовал? А как тебе маму зовут? Мама. Мама, как зовут? Римма. Мама. Оксана. Остался рисованный пузырь мой. Эвелина, как зовут твою маму? Мама. Римма. Римма, молодец. Вик, как зовут твою маму? Поворачивай. Оксана. Оксана, молодец. Оксана. Оксана. Денис, как зовут твою маму? Мама. Мама? На. Надя. Надя, молодец. Мама, мама. Мама. Мама, Маша, Антоша, умница. И еще у нас Антоша есть. Молодцы. Все справились? Да. Да, справились. Молодцы. Давайте дальше. Ребята, а кто же это? Это папа. Папа, правильно. Папа ходит на работу, зарабатывает деньги и делает дела по дому. Если ты девочка, ты для папы дочка. Дочка. А если ты мальчик, ты для папы сын. Совершенно верно. Давайте посмотрим, какие у папы обязанности. Он работает. Правильно, папа работает, ходит на работу. Что еще папа делает? Папа играет в футбол. Папа играет в футбол. Да, он любит играть в различные виды спорта. Да, и с ребятами играет. Да, здорово. А что еще папа делает? Водит машину. Машину играет. Да, водит машину. Молодцы. А еще что? Папа вводит. Чинит. Чинит. Папа чинит. Совершенно верно. Если что-то дома сломалось. Вы большие умнички. Ребят, а зачем папе нужна газета? Газета нужна, чтобы читать. Китай. Правильно, молодцы. А зачем папе гаечный ключ? Да. Ключ нужен, чтобы... Чтобы... Ремонтировать. Ремонтировать, если дома что-то сломалось. Например, можно трубы ремонтировать. Молодцы. А кто знает, что это? Это... Это... Гантели. Это гантели. Это гантели. А зачем папе гантели? Понимаю. Чтобы подтягиваться. Да, подтягиваться. Подтягиваться. Чтобы заниматься спортом и быть сильным, да? Папа у нас должен быть сильным. Молодцы. Давайте вспомним, какие спорты любит папа. Футбол. Футбол. Мальчишки, подключайтесь. Как называется этот вид спорта? Это... Хоккей. Молодец. Евелина, лучше всех, да? Хоккей. Так. Какой это вид спорта? Это... Ракетка. Ракета. Ракета. Ракетка и мячик. Какой это вид спорта? Кто знает? Я знаю. Теннис. Теннис. Теннис, молодцы. Точно, это теннис. А какой это вид спорта? Баскетбол. 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 Кто-нибудь из вас играл в баскетбол? Да. Да? Здорово, молодцы. Давайте посмотрим, что на картинке лишнее, что папе не нужно, чтобы заниматься спортом. Смотрите, у нас есть ботинки, у нас есть клюшка для хоккея и коньки для хоккея, да? Что не нужно? Коньки, коньки. Нет, коньки нужны. Ботинки не нужны. Ботинки не нужны, совершенно верно. Клюшка нужна для хоккея, коньки нужны, а ботинки не нужны. Ботинки лишние. Ребят, давайте посмотрим. У нас здесь есть мяч, шуба и футбольные ворота. Что не нужно, что лишнее? Футбольные ворота. Футбольные ворота. Футбольные ворота. Шуба. Шуба не нужна для того, чтобы играть в футбол. Мяч нужен и ворота нужны, а шуба не нужна. В шубе неудобно играть в футбол. Шуба нужна маме. Давайте с вами, если у тебя есть папа, нарисуй папу и напиши, как его зовут. Если папы у тебя нету, то отдохни. Папа, нарисовать? У тебя же не папа. Да, нарисуй папу. У тебя был папа Дима. А давай нарисуем папу. Мама, нарисуй папу. Витя, да? Мама, нарисуй папу. Так, вот что должно получиться. Кто будет готов, говорите. Витя готова. Мама, нарисуй. Напоминаю, что вы рисуете именно свою семью. Вот, молодцы. Вика умница. Мама, нарисуй папа Витя. Мама, нарисуй папа Витя. Молодец, папа Витя. Кто еще готов? Поклади. 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 Баба. Ты. Оля. Девушка. Молодец. Тише, тише. Он будет готов? Говорите, чтобы мы могли с вами продолжать. Я сделаю. Молодец. Скажи, пожалуйста, как зовут твоего папу? Тимур. Молодец, Тимур. Очень красивое имя. Так, кто еще готов? Эвелина, готова? Антоша. Можем продолжать, ребят? Да. Да, да. Да? Папа нам не нужна. Хорошо. Ребят, давайте посмотрим, кто у нас еще есть в семье. Кто это? Папа. Дети. Дети, да? Мальчики и девочки. Дети. Дети в семье бывает несколько. Бывает несколько девочек или несколько мальчиков, да? Смотрите. Девушка. Девушка, да? Называется сестренкой. Дочка. А мальчик будет называться братиком. Брат. У вас есть братика или сестренка? Конечно. Ребенка? Да. Замечательно. Дети очень любят играть в игрушки. Да? Давайте мы посмотрим. Кто любит играть в какие игрушки? Кто любит играть в машинки? Антоша. Кто любит в машинки? Мальчики, да? Мальчики. Мальчики, да. А кто любит играть в куколки? Девочки. Девочки. Девочки умницы. А кто у нас играет в мяч? Папа. 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 Но с папами кто больше любит играть? Мальчики или девочки? Быстро проходи. Мальчики. А кому, кто любит играть в посуду? Девочки. Девочки, молодцы. Мы куда угадали, чьи игрушки. Также у детей есть свои обязанности. Ребята. Ребята сначала ходят в детский сад, а потом и девочки. И учатся. Учатся. Где учатся? В школе. В школе. Совершенно верно. Пойдем. Молодцы. Также дети помогают маме. Что делать? Посмотрите. Папа готовит. И помогают готовить. Готовит. А что еще помогают? Мыть посуду. Мыть посуду. Мыть посуду. Правильно. Также помогают нести покупки из магазина. А что еще нужно сделать? Ты поиграл в игрушки, а потом что нужно с ними сделать? Убирают игрушки. Убирают игрушки. Молодцы. Правильно. Ребята, если у вас есть братик или сестренка, давайте в вашем домике нарисуем брак. Братика или сестренку. И напишем, как зовут. Как-то не думаете, братика. Если нету, то чуть-чуть подождите, пожалуйста. Чуть-чуть отдохните. Вика, молодец, справилась. Умница. У тебя братика или сестренка? Братик, скажи. Как зовут братика? Скажи. Как зовут братик? Паша. Паша, молодцы. Покажи братика на картинке. Где братик? Молодец. Хорошо. Ребята, кто еще справился? Мастер, скажи, кто это? Мама. Мак? Максим. Максим? Да, Максим у нас. Брат Максим. Молодцы. Молодцы. Все. Эвелин, покажи свой домик. Я лисую маму. Ребят, кто еще готов? Эвелина, готова? Да, я еще. Я уже готова. Молодец. У тебя кто есть? Братик или сестренка? Сестренка. Здрасте. У тебя братик. Братик. Как братика зовут? Ловочка. Ловочка. Здорово. Вы большие молодцы. Давайте с вами еще посмотрим, да, как у вас выглядит ваш домик. Дома с родителями вы сможете повторить, да, и назвать всех членов вашей семьи. Дома обязательно повторите. Так, а давайте теперь проверим, все ли вы запомнили. Кто у нас сажает цветы? Возревает бабушка. Правильно, Эвелина, бабушка. Бабушка. Ребят, а кто у нас стирает белье? Кто знает? Мама. Мама. Молодцы. Вы большие молодцы. Кто у нас? Кто ходит на рыбалку? Похо. Поднимайся. Не слышу. Папа. Папа, да. Папа тоже может ходить на рыбалку. А кто еще у нас ходит на рыбалку? Папа. Дедушка. Дедушка. Совершенно верно. А кто убирает за собой игрушки? Мальчик. Меня. Всё. Дети. Да, сейчас уже заканчиваем. Да, совсем чуть-чуть осталось. Дети убирают. Большие молодцы. А кто дома может всё починить? Папа. Папа, здорово. Папа. Ребята, вы огромные молодцы. Давайте вспомним, про кого мы сегодня говорили. Про семью. Про семью. Да. Дома обязательно повторите, да, кто у вас есть в семье. Вы большие молодцы. Я надеюсь, что вам понравилось занятие. Побавился занятие. Да, мы обязательно с вами встретимся на следующем занятии. Всем пока-пока. 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 Спасибо большое, Маш. Спасибо. Спасибо. Если вдруг кому-то нужно будет, я могу прислать презентацию. Вы сможете ещё раз повторить, закрепить материал. Хорошо. Спасибо. Пока. Пока-пока. Уважаемые педагоги, я благодарю вас всех за внимание. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, пожелания, я приглашаю вас во Дворец творчества. Вы сможете мне их задать, в очном понимании. Буду рада со всеми пообщаться и ответить на все вопросы. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует...